Ребят, всем привет, это Фудсторм и я Антон Романов. Сегодня мы поговорим о трех постных блюдах, которые вы можете приготовить в Великий Пост. Первое, с чего мы начнем, гаспачо. Гаспачо приятно есть, когда жарко. Но даже если вы приготовите мой гаспачо, вам и в холодные дни будет тепло, потому что там есть немножко остринки, сладость, коричь, соль и все это очень хорошо балансируется с овощами. Так что давайте приступать. Основные ингредиенты. Помидор, сельдерей, огурец, лук, чеснок, молотый кориандр. За мной кипит вода для того, чтобы очистить помидоры. Сначала надрезаем помидорную кожу с четырех сторон. Затем опускаем в кипяток на одну минуту и сразу в холодную. Если со льдом, то даже еще лучше. Если кожа у помидора толстая, вам повезло, она легко сойдет. Если тонкая, то, сочувствую, придется понервничать. Нарезаем помидоры произвольно и закидываем их в блендер. Оставляем немного твердой мякоти от помидора. Сельдерей нарезаем произвольно. Часть огурцов также нарезаем произвольно. Другую часть оставляем, она нам понадобится чуть позже. Пробиваем. Добавляем чеснок, лук, кориандр, чили-перец, соль, оливковое масло, лимонный сок. Это вместо уксуса, кстати, сахар. Все как следует пробиваем. Убираем всю эту желтую жидкость в холодильник. Тут есть важный момент. Гаспачо со временем будет становиться все более красным и более вкусным. Дайте ему постоять хотя бы 4 часа как минимум. А пока нарежем мелким кубиком помидоры, огурцы и сельдерей. Теперь выкладываем гаспачо, овощи, базилик и то самое зеленое масло. Всегда доводите солью и сахаром вкус до конца. А то гаспачо может показаться пустым. Второе блюдо. Табуле. Это не классический рецепт и здесь я использую кенуа вместо булгура. Вы можете взять и использовать по классике булгур. Все остальное оставляете по рецепту. Начинаем готовить. Сейчас следите внимательно. Берем кускус и засыпаем его в любую просторную емкость. У меня это большая металлическая полусфера. Заливаем кускус кипятком один к одному. Закрываем пленкой или фольгой и оставляем на 15 минут. Все. Прелесть кускуса в том, что готовится он быстро и отлично впитывает в себя любой вкус, не меняя его. Для супер вкусного табуле понадобятся простые ингредиенты. Огурец, помидор, петрушка, мята, лимон и лук-сибулет или зеленый лук. Далее я покажу, чем приправить, чтобы получилось ну просто бомба. Погнали. Мелко нарезаем мяту. Мята играет огромную роль в этом салате. Режем только листья, стебли испортят салат. Тоже проделываем и с петруханом. Отделяем листья, мелко нарезаем. Травы должно быть много. Мелко нарезаем сибулет или зеленый лук. Он должен еле чувствоваться, но давать приятный акцент в связке с другой зеленью. Помидоры. Мелко нарезаем любым способом. Я удалил сердцевину и нарезал мелко кубиком. С огурцом все просто. Режем мелким кубиком. Все смешиваем вместе. Овощи, зелень. Далее по классике. Соль, перец, лимон. Лимон помогает раскрыть вкус зелени. И оливковое масло. Хотя отлично зайдет и подсолнечное с запахом. Солью доводим до насыщенного вкуса. Выкладываем. Немного отсебятина. Кедровые орехи. Хотя они где угодно отлично зайдут. И оливки коломато. Украшаем мятой и готово. Быстро готовится и разнообразит ваш стол в пост. Следующее наше блюдо горячее. И здесь нам понадобятся большие грибы портабелло. А также мы сделаем пюрешку, но без сливочного масла. У нас все-таки пост. Добавим немножко гороха. И все это вместе с собой скомбинируем. Погнали! Нам понадобятся грибы портабелло, свежий горох, чеснок и вареный картофель. Начнем с грибов. Перекладываем их на пергамент. Поливаем оливковым маслом, перчим, солим и оставляем, пока не сделаем остальные заготовки. Вареный картофель перекладываем в дежу, в миску для комбайна. А горох засыпаем в воду из-под картофеля и варим его примерно минут 5. Таким образом в пюре он останется целиковым, когда я буду его пробивать. Если хотите, чтобы горох был мягким, нарежьте его максимально мелко и варите 5 минут. А затем процедите через сито. Или, если вам не важен цвет гороха, просто варите, пока он не станет мягким. Подготавливаем чеснок. Мелко его нарезаем. В постных блюдах чеснок создает иллюзию присутствия мяса, хотя от этого вы сильнее не наедитесь. Грибы улетают в духовку, разогретую до 200 градусов на 10 минут. Теперь закидываем горох в пюре и начинаем взбивать. Добавляем соевый соус, оливковое масло и перец. На нашем канале можно найти рецепт пюре со сливочным маслом. Признаюсь, оно, конечно, вкуснее. И последним, когда уже все взбили, добавляем лук-сибулет или зеленый лук. Без лука будет не то. Достаем грибы. От них остается сок, как соус к вашему блюду. Он может быть на противне или в самих грибах. Выдавливаем пюре. Теперь горелкой обжигаем пюре, чтобы придать его немного дополнительного вкуса. Плюс так выглядит интереснее. Оформляем ростками и бальзамическим уксусом. Что в итоге мы получаем? Два холодных блюда, но очень ярких по вкусу. Они разгоняют аппетит. И тут подходит уже теплый портабелло, который успокаивает, согревает и оставляет приятное послевкусие. Такое мягкое, гладкое. На этом все. Это был Фудсторм. Я Антон Романов. Всем говорю пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова